Ау! Мммм! Ах! Чёрт! Эй, история повторяется, Том. И ты опять не можешь решиться. Проклятие! 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 это сделал. Но они с тобой сделают то же самое. Сальери достанет тебя. А он-то помогал тебе. Ты крыса. Ты опасен, Том. А Поли мертв. Он ни разу не усомнился, что ты не простишь его смерть. Тебе придется прятаться, как изгою. И однажды они достанут тебя. Так же как Фрэнка. Они нашли его? Ты только оттянул его смерть. Но в конце концов они нашли его. Все равно. А Фрэнк был Дону настоящим другом. Дружба ни хрена не стоит. Ах, да? Ах, да? Ах, да? Ах, да? Девушки отдыхают Итак, это все? Я быстро слинял оттуда. Игрушки кончились. Меня и вправду прижали, но я справился. Я взял жену и дочь и немедленно покинул страну. Сэм был прав. Если они решили найти Фрэнка в Европе и отомстить почти через пять лет после его исчезновения, они не дадут мне просто так уйти после того, как я подставил их. И ты повторишь то, что только что рассказал мне перед судом, и будешь давать показания против них. Тебе не кажется, что твое положение резко ухудшится? То, что ты собираешься сделать не просто подставы, а это уже тянет на измену. Эти люди будут в тюрьме или в камере смертников. Они не смогут отомстить мне. По крайней мере, это им будет сложнее, чем на воле. Я буду давать показания против них, если вы обеспечите нам защиту. И после суда новые личности мне, моей жене и моей дочери. Если мы сможем это провернуть, это будет самый крупный процесс, который видела наша страна. Интересное предложение. Я не знаю, насколько этично помогать таким, как ты, но я думаю, результат этого стоит. Мы тебе поможем. Все сработало как надо. До самого процесса. Я сидел в моей камере и давал письменные показания против всех, с кем я работал. Против людей, которые 10 лет были моими друзьями. Это был значительный процесс, который потряс всю страну. Сальери получил пожизненное, а пара громил даже по вышке. Самый легкий приговор был 8 лет. Все это время я провел в секретном месте в закрытой камере без посещения. Ни разу не видел Сару и малышку. В конце концов, оно того стоило. Норман устроил нам смену документов и переселил на другой конец штата. Я получил работу водителя в серьезной компании. Мы всю жизнь начали сначала. Эта идиллия была прервана лишь войной, но и ее мобиль. КОНЕЦ мистер анджелон да мистер сальери передает вам поклон знаете этот мир не управляется законами написанными на бумаге он управляется людьми одними в соответствии с законом другими нет от каждого человека зависит каким будет его мир каким он его сделает а еще вам нужна уйма везения чтобы кто-нибудь другой не превратил вашу жизнь по и все не так просто как нас учили в начальной школе но все же хорошо иметь твердые убеждения и придерживаться и браке преступление войне везде и всегда я все за паром также как поле и сэм мы хотели жить лучше но в конце концов попали гораздо хуже чем остальные знаете я думаю что во всем надо знать меру да меру вот хорошее слово тот кто хочет слишком много рискует потерять абсолютно все правда тот кто слишком мало хочет от жизни может вообще ничего не получить